Побывать в природном парке Ингелор на Полярном Урале получится не у всех. Это физически сложно, территориально неудобно и финансово дорого. Увидеть заповедные места Ямала можно в документальном фильме «По следу овцы быка». По нему в 2023 году отправились 10 туристов, вооруженных фото- и видеокамерами, с целью пофотоохотиться на редких млекопитающих Арктики. При поддержке «Газпром добычи Ямбург» и правительства округа экспедиции удалось собрать эксклюзивный материал. Я уже не первый фильм о природе снимал. У меня были фильмы о серых китах Сахалина, о лебедях Алтае и Чукотке. И всегда это очень сжатые сроки съемки. Провели день на этом кордоне Морозова, да, и, ну, в общем-то, увидели действительно овцы быков своими глазами, в частности, вот этих отшельников, которые выходили к забору. И мне удалось, ну, можно сказать, на расстояние вытянутой руки к ним подойти – это, конечно, необычное ощущение. Первый показ фильма состоялся на фестивале «Первозданная Россия», а после его увидели зрители телеканала «Культура». На встрече автор фильма поделился впечатлениями, представил участников экспедиции и партнеров. С 2016 года «Газпром добычи Ямбург» реализует эколого-просветительский проект «Заповедный Ямал» и сдаёт книги об особо охраняемых природных территориях округа. «Мы понимаем, что вести свою производственную деятельность нужно так, чтобы не навредить этой природе. И когда люди смотрят на эти фотографии, на эти альбомы, они невольно этим начинают проникаться, начинают задумываться о природе и сохранять её». В первом кадре фильма главные герои – овцебыки. Крупные копытные животные, пережившие мамонтов и потепление климата. На кордоне Морозова восстанавливают их популяцию, почти не ограничивая свободу. Животные комфортно себя чувствуют на участке площадью в 10 квадратных километров. Обошёл их в отчину вдоль и поперёк фотограф «Газпром добычи Ямбург» Андрей Снегирёв. Овцебыки позировали ему в разное время года. Лучшие материалы вошли в документальный фильм. «Довольно приятные, удивительные, интересные зверушки, в чём-то даже сказочные какие-то существа. Они опасаются, они близко не подпускают, конечно, но тем не менее в условиях заповедника их можно наблюдать из-за довольно небольшого расстояния». Сочные натуралистичные кадры «Дикого-дикого севера» созвучны названию Всероссийской выставки. Они знакомят с первозданной природой страны, увидев которую, возникает горячее желание сберечь её для будущих поколений.